Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 721, второй том. Что делать? Ребенок приходит из школы и выдает со своих уроков по валеологии то, что я, мать, никогда не слышала по сегодняшний день от взрослых. Просто какой-то ужас. Или ребенка не пускать в школу, или протестовать. Но как? Ответ Игнатия Лапкина. Способов несколько. Самый главный из них – это молитва и ваша христианская жизнь в семье и повсюду. Ребенок – это не игрушка, которую купил, родил и поставил в угол. Изыскивайте время. Учитесь все делать быстро. Торопитесь. Не спешите только на молитвы и при чтении Слова Божия. Именно в это время ребенок должен быть с вами в тишине и без спешки. Если скажете, что вы перегружены работой, не успеваете все переделать, не до ребенка, то это будет означать только одно, что ребенок вам не нужен. Его воспитанием займутся другие. И через год-два вы будете пожинать горькие плоды. Вот теперь у вас найдется и время, и средства на наркологов, на передачки в тюрьму, на хождение по судам. И это все будет запоздалым и бесполезным. Возьмите ребенка за руку, перейдите с ним дорогу и сразу же повторите ему несколько раз. Когда бы с кем не переходил дорогу, всегда беритесь за руки, не под руки, чтобы при резком повороте не запутаться ногами друг за друга. В четыре глаза легче избежать внезапной опасности. И перейдя дорогу, преподай небольшой урок о том, как хорошо быть вместе со старшим добрым наставником. Это продляет и сохраняет жизнь. И что бы ты ни видел, идя с ним, неспешно разъясни, что это за мода, почему женщины в брюках, с разрезанными платьями, и сразу же на память приведи места Библии, повторив их неоднократно. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий, делающий сие. Титу, 2 глава, 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Нездоровый интерес ребенка к противоположному полу не исчезнет сразу, но он будет знать, что это, что это такое в очах Божьих, что об этом говорит Библия. У него уже есть варианты, выбор. Говорите о страхе Божьем, об узде на свои пожелания. Протесты в органы, на чем настаивают патриоты, в кавычках, малоэффективны, хотя и их не надо отметать. Вот примерный образец воззвания ревнителей за чистоту воспитания детей. Заголовок. Пропаганда безопасного секса, в кавычках, это государственное преступление. Родители, пресекайте действия преступников. Священное Писание учит. Извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5.13. Пресекайте посягающих на невинность и нравственную чистоту вашего ребенка. Директоры школ, классные руководители, допускающие в школы просветители полового воспитания, в кавычках, инструкторов по безопасному сексу, в кавычках, совершают тяжкое, уголовно наказуемое преступление, ответственность, которая предусмотрена статьей 135 Нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. Не бездействуйте. Требуйте от прокуратуры пресечь незаконные действия сексологов методами прокурорского реагирования. Не будьте предателями. Защитите детей. Родители, дети вверены вам Богом. За предательство их невинности, за капитуляцию предразвратниками, половыми просвещенцами, комиссарами сексуальной революции, в кавычках, будете нести ответственность пред Богом, сказавшим. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Матфея, 18 глава, 6 стих. Говорил мне сынок. Я совсем ни при чем. Это он, мой товарищ, сосед. На мое он тогда опирался плечо, но вины моей в этом и нет. Но судья почему-то не так рассудил. Слово «дружба» проходит как сговор. На скамейке одной заколол их без вилл, общипал их понятливый повар. Соглашались ли мы быть в гостях у тюрьмы? Упирался и я, вон из кожи вылазил. Путь мой мне и во сне все казался прямым, но судья наш смешал меня с грязью. Ох и ах! Потерял я из виду тебя, драгоценный мой сын и наследник. Эта улица враг из девчонок, ребят, перепортила нашу обедню. Как мечталось мне вырастить доброго сына, Отдохнуть при внучатах на старости лет. Все разрушилось вмиг, нет былого в помине, Не скажу, что вины моей нет. Было некогда, некогда, Некогда мне, а жена суетилась побольше, чем я, Превратились в запаренных старых коней. Вместе редко, когда собиралась семья, Ни молитвы совместной. Об этом забыл, ни разбора, Ни чтения писания. Этим мне, когда сжег все, Пустил на распыл. Мы не пели Иисусу, а Санну. С горьким срамом один пожинаю плоды, Время есть передачки носить. Мне до слез не хватает небесной воды, Сколько нас горемык по Руси. Ночью длинной и по четкам припомню, Сколько было возможностей разных жить по Библии. Горько мы плачем и стонем. Круг спасительный, Божьи наказы. 5 июня 2002 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова